как красив наш город сверху все заснежено красиво беленько жалко что не падает снег эх ну мы всегда короче вредничаем хочется снега и прям куда побелела и уже хорошо правильно раз красота так время ребята летит согласитесь только мы готовились елочку тянули домой наряжали через пять дней уже и месяца нету все а там февраль а там день влюбленных а там 8 марта наши святи дни рождения пасха лето море и опять елка ай вообще классно летит время но мы-то его не остановим но заметно стало оно быстрее согласны вы со мной или нет особенно вот после 30 наверное мой как-то но безудержно летит красота не холодно ветра нету сейчас пойдем пройдемся сделала к обеду с салатик винегрет но не с картошкой ребятки а с фасолью то есть так мне захотелось она у меня варилась самого утра вот такая получилась прелесть красотищная цветовая гамма такая очень классная квашеные огурчики свои немного у меня было буквально горошка от оливье осталось в общем сейчас будем перехватывать перед днем рождения по чуть-чуть поедим винегретику вкусно питательно и очень-очень здорово главное что не дорого ждем выхода елены что ты знаешь на в телефонах вторая называется как покоянная или как вторая покоянная звезды ютуба будет как в том анекдоте мамочка елочка так красиво горит да вижу я не горит а сверкает мам да то уже тюль сверкает так и тут так что вот это вот а как поджигать ее давай попробуй давай вот сюда ну туда направляем как что как как Сейчас торт поднимается. Сейчас загадывай желание. Загадала? Только внимательно. Загадала, потому что это работает. Работает, работает. Держи волосы. Ну что, набери дыхание. Раз, два, три. Ура! Сбудится! Все, желание теперь сбудется. По-любому. Вышли с дня рождения. Идем сейчас в АТБ купим водички. Потому что переели, да, Витя? Нам надо Есентуков купить. Как та еще называется? Как вторая? Бювет. Потому что, блин, прямо тяжело. На Сережиной и Юлиной машине написали с днюхой. Нарисовали сердечко. Завтра, наверное, увидят. Машина стоит вся в снегу. Посидели мы великолепно. Да, Витя, вообще? Хорошо. Юлечка готовит. Лена научила их. Да. Дочки, скажу, готовят прекрасно. Да. Всего много. Все вкусно. Подружка пришла к Лене. Полина пришла. Артем, получается, Сережиной дочки. Этот самый сын. И Сережин внук. Толпа детей такая. Детки такие умнички. Похохотали с нами. Поиграли. Свои игрушки сидят там. Делают свои дела. А мы за столами уже и музыку. И Витя пел. В общем, все отлично. Все, пойдем потихонечку. Мы идем сейчас. В АТБ сходим, купим водички. Снег, кстати, скрипит. Сколько интересно мороза сейчас, да? Как ты думаешь, сколько мороза? Сколько? Да, сколько, сколько. Ну, больше, чем пять. Нет, ну, восемь. Ну, ну. Семь восемь. Скрипит. Семь восемь. Кстати, вот эти новые кроссовки я купила. Вообще не скользкие. До такой степени удобно. Иду и не боюсь прямо. Здорово. Так, не накаркать бы. Я же могу еще накаркать, где убыться. Да, ну, все, наверное, тут тяно, Лена. Все, домой придем еще с вами полялякаем. Добрый день, мои хорошие. Я сегодня дома одна. Пришла с парикмахерской. Красоту навела. Довольно стрижечкой. Все хорошо. Погода, ребят, на улице настолько хороша. Я ходила, гуляла. Но единственное, что не снимала. Думаю, снежка все равно не будет видно в камеру. А так, ну, просто с этого, с ветра нет. По-моему, минус три. Но не чувствуется мороза вообще. То есть, я в легкой курточке ходила так себе. На прогулку прошлась. Это самое. Пообщалась со знакомыми с одними, с другими. Короче, встречи, знаете, утренние встречи. Это всегда приятно, всегда здорово. Что я вам хочу сказать по поводу вчерашнего дня рождения. Ребят, настолько было все хорошо, все уютно. Ну, в принципе, как всегда. Да, стол, конечно, ломился у Юльки, божечки. А знаете, все-таки праздники, она уже настолько накопилась, насытилась на это самое. Ну, а мы же зависимы, у нас глаза-то заведущие. Ну, как можно не кушать прозрачный, вкуснячий холодец? Вообще безупречный холодчик. Умничка, Юля. Потом грибочки, фаршированные фаршем. Тоже как один. Шук-шук-шук, как семечки. Подъели. Шуба такая вся. Салат уложенный. Я даже и не спросила, что это был за салат. Уложенный сверху так морковкой красиво. Короче, я говорю, доча, убирай салат, Бог, глазами. Уже бы все съела, а уже все. Ну, не лезет просто. Селедочка, скумбрия, корейская. Потом этот самый бутербродики с Юлиной рыбкой обалденные. Уточку подала. Да, она поджаристая, но она вкусная. Выжарился тот жир, который был подкожный. Альма уже пообъедалась шкурок так, что ее Маша там выкармливала. Короче, стол безупречно хороший, добротный. Хозяйка, умничка. Спасибо ей. Лена в настроении. Поля скакала. Подружка Ленына пришла. Темка, взрослый парнишка, тоже между девчонок развлекал их. Это внук Сережин. Короче, очень хорошо посидели. Ну, мы ушли чуть пораньше, молодежь оставили. Говорит, доченька, мы пойдем, потому что Витя на работу, то все. И, скажем так, ну, надо готовиться к работе, собирать ему сумку. Хотя он говорит, Лена, кроме винегрета и борща, ничем ли больше не ложи. Винегрет у меня тоже такой получился прям на славу. Это фасолька. Ну, вообще, теперь только всегда буду так делать. Мне, Анжела, спасибо, сестра, моя названная сестра, посоветовала, что она всегда вместо картошки кидает. Я всегда это знала и помнила. Ну, как-то по привычке уже картошка, морковка, свекла, огурец, горошек, лучок, все остальное. Думаю, да почему бы нет? Фасолька есть, все, я ее подварила, отварила. Она у меня не крупная, хорошая такая, беленькая. Короче, обалденный получился винегрет. Витя говорит, убери, Лена, убери, потому что глаза, вот, ну, в принципе, мы все одинаковые. Если глаза видят, руки тянутся. Если оно вкусно, то почему бы нет? Ну, а у меня день будет, как всегда, продолжаться. Я, наверное, сейчас чуть-чуть понатираю кухоньку, вот, ну, где-то так смотрю. Там руками-руками залапано, цветочки пополиваю, вот. Ну, и будем со Степанкой себе отдыхать. Готовить ничего не буду. Завтра придет Витя, я уже буду вываривать там бульон какой-то, чего-нибудь сварим, не знаю. Может, рассольник, может, обычный рыбный суп, даже не знаю. У нас есть на рыб, на уху есть. Короче, будем советоваться. А сегодня все подъедаю. Где-то винегретик, где-то какой-то там орешек, сухарик. Просто, ну, надо немножечко разгружаться, потому что что-то мы позагрузились на эти праздники конкретно. Вот, и, ну, вот так, на этом, наверное, все. Будем созваниваться. С Витей, у него, видите, по работе сейчас другие какие-то еще новшества. Он, оказывается, ездит на машине по постам, развозит, контролирует раздачу этого солярки. Ну, в принципе, опять-таки, не мешки тягать, не кирпичи разгружать и так далее. То есть, тебя машина возит, ты себе контролируешь, записываешь, кого, чего, куда, кому и так далее. Вот, значит, всем вам удачного дня, хорошего настроения, позитива, улыбайтесь, зима на улице, дома тепло, уютно, хорошо. Я думаю, и у вас тоже тепло, уютно и хорошо. У кого-то печки домашние, значит, если дом, у кого-то печечки, там поработать надо, чтобы было тепло, правильно? А в квартире что, батареи греют? Да и ладно, да и хорошо. Водичка горячая льется. Песен жалко сегодня не будет. Ну, ничего, всех, у кого сегодня день рождения, поздравляем с днем рождения. Все знают, как вам речь. Вот, ну и все. Рада была, что вы с нами, что вы здесь, что вы сейчас меня послушаете, так же, как я. Улыбнётесь сегодняшнему дню, радостному, хорошему, доброму. Двадцать шестое, божечки, раз, два, три месяц пролетит. О, кстати, по поводу февраля. Я сегодня услышала, что февраль очень необычный месяц будет в этом году. Почему? Потому что там семь дней недели, да, и всех дней недели по четыре раза. То есть четыре понедельника, четыре вторника, четыре и так далее. Такое бывает раз в восемьсот лет. Представляете? То есть сочетание вот этих вот дней, всех дней по четыре. Обалденно. Двадцать восемь дней. Интересный будет месяц. Будем ждать февраля. Там увидите день рождения. Там четырнадцатая, да. Хотя, я не знаю, как у вас. Ну, молодёжь празднует однозначно. Все дарят валентинку друг другу, все с цветочками бегают. Всё у нас как-то так. Ну, с праздником и с праздником. Поскольку он пришёл в нашу жизнь, я не знаю, даже уже не помню, насколько, сколько нам было лет. Ну, уже за тридцать, наверное, было. Мне лично. И пришёл этот праздник. И к нему как-то относимся мы, ну, немного равнобедренно, что ли. Ну, с праздником-то и с праздником. Так, всё. Доброго дня. Всегда с вами Витя Лена. Отличное настроение и погода в доме. Пишите, ставьте лайки и подтягивайтесь к нам на канал. Пока-пока.